Сейчас очень многих волнует тема договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Все началось с того, что 20 октября ушедшего года президент Америки Дональд Трамп заявил о своем желании его покинуть. С этого момента весь мир находится в напряжении, ожидая, чем же это все закончится. Многие, конечно же, предсказывают чуть ли не ядерную войну, но это все потом. Немножечко объясню, что это вообще за тема, откуда такой договор взялся. Он был подписан 8 декабря 1987 года первым и последним президентом СССР Вишкой Горбачевым и президентом Америки Рейганом в Вашингтоне. Согласно этому договору необходимо было ликвидировать целый класс вооружений, к которому относились комплексы баллистических окрылатых ракет, наземного базирования, средней и меньшей дальности. К июню 1991 года он был выполнен. СССР, напомню, ликвидировал 1846 ракет, а США на тысячу меньше. Это так для справки, ни на что не намекаю. Тем не менее, уже в 2014 году прежний президент Соединенных Штатов Барак Обама начал волноваться, мол, Россия договор не выполняет. Уже такие пошли намеки, мол, Америка может пересмотреть свои отношения к этому замечательному документу. Но до дела тогда не дошло. До дела дошло сейчас, когда президент Дональд Трамп, обожающий разного рода блефы, намеки, угрозы и так далее, все прочие замечательные вещи, теперь заявляют, что Россия условия договора не выполняет, его надо переделывать, переписывать и включать Китай как третью сторону. Что можно по всему этому сказать? Во-первых, сам этот договор является таким почетным памятником эпохи перестройки, от которой Россия неплохо бы отойти. Так что переживать, в случае, если этот договор будет разорван, особенно не стоит. Потому что реальную безопасность в мире гарантирует сила, сила державы, а не какие бы то ни было договоры, заверения. Все эти вещи очень легко подмять, отменить, нарушить и так далее. Так что волноваться по поводу безопасности мы можем только тогда, если наше государство дает слабину. А оно ее дает, к большому сожалению. Давайте вспомним, вот приезжал в нашу страну такой человек, как Джон Болтон. Как его встречали в Государственной Думе? Я думаю, все прекрасно помнят. Депутаты дружно встали, его поприветствовали, аплодировали. Хотя, казалось бы, приехал человек из, ну если не враждебный, то по крайней мере из страны, с которой у нас отношения, мягко говоря, напряженные. И в чем смысл так радоваться его призму, не особо понятно. Иными словами, нам с вами сейчас надо быть сильными. Чтобы не браться за оружие, надо взяться за оружие, говорил когда-то председатель Мау. Россия для того, чтобы защитить свою безопасность, должна перестать быть наивной. Все вот эти вот мечты о том, о вечном мире, о разоружении, все это, конечно же, очень прекрасно и хорошо, но наивно и глупо. Никакая нормальная страна на разоружение не пойдет, потому что никто не забирается рисковать собственной безопасностью. Вот и нам надо перестать быть наивными людьми. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы обязаны себя защищать. Мы обязаны понимать, кто наш политический враг. Как я говорил в предыдущей передаче, и повторю это сейчас, нашим врагом являются Соединенные Штаты, которые все числе стараются удержать свое однополярное доминирование. Суверенная Россия, суверенный Китай, суверенный Иран, суверенный кто бы то ни было еще, мировому порядку совершенно не нужен. Поэтому надо четко обозначить, что США это наш политический противник. Мы, конечно же, сами на войну не нарываемся, но готовы себя защищать. Благодарю вас за внимание, господа. Спасибо, что смотрите. Будем ждать ваших комментариев, отзывов. Всего вам доброго.